Приветствую вас! Вы описали, в общем-то, довольно классическую схему того, как приоритеты человека меняются. Вы общались с подругой, дружились с ней, были вместе, у вас было много общего, и по сути дела все было хорошо. Потом у вас появился парень, приоритеты сменились, они стали другими, и вы стали отдаляться, такое бывает. Настоящие друзья, истинные друзья это понимают, принимают. Примеров тому очень много, когда, например, две подруги общались, у одной появился парень, муж, семья, она меньше времени уделяет подруге, и подруга относится к этому с пониманием. Так, конечно, происходит некоторое переформирование поведения самой подруги, та, которая осталась одна, я имею ввиду. Происходит некая переструктуризация, значит, поведения человека, безусловно. Ведь ей по-прежнему нужно было общение с кем-то, ей по-прежнему нужно было взаимодействие с кем-то, а по сути дела этого взаимодействия та другая подруга, которая стала семейным человеком, по сути, бать уже не могла. И, естественно, у того человека появились другие люди, другие партнеры, другие круги общения, и в общем-то они сохранили отношения. Да, они не такие детные, как раньше, но они сохранили отношения. И я думаю, что связано это с тем, что в моем примере подруги друг друга приняли. То есть, говорите вы, это означает, что ваша подруга вас не приняла. И когда она охладела, это нормально. Когда вот то, что вы описываете до момента ссоры, вообще все нормально, естественно. Ну разве что только вы не включили человека вообще в жизнь свою, я имею ввиду. То есть, вы могли, ну например, там подвать ее, допустим, пригласить его, говорят, постоянно проводить свое время с своим парнем, да, постоянно звать ее в гости, но вы же были подругами по интернету. То есть, в принципе, возможности такой, если я вас правильно понял, не было. Значит, ситуация заключается немножечко в другом. В том, что вот насколько вы могли, настолько вы все общались. А подруга этого не принимала, не принимала. И как видите, у нее была, была и есть проблема. Это проблема отношения к парочкам. У нее есть явные проблемы в личной жизни, и она, скорее всего, вам завидовала. И именно потому что она вам завидовала, вы с ней поссорились. Хотя причины ссоры нужно еще точно. Я бы даже не сказал, где зависть. Зависть – это слишком такое, знаете, житейское понятие. Я бы сказал, что в психологии это можно назвать переносом. То есть, когда человек свое желание переносит на другого, и в виде как у другого его желание реализуется, чувствует фрустерацию, то есть негатив, и этот негатив переносит на человека, у которого все получилось. И в результате не может с ним нормально общаться. И вот здесь надо сказать, что вы-то ни в чем не виноваты на самом деле, потому что то, что вы делали, это совершенно нормально. Ваша подруга охладела, да, но вопрос остается все равно вопросом. Почему вы поссорились? Ну, короче, допустим, она могла взорваться, она могла вас всем подвинять. Ладно, но почему вы-то все же? Непонятно. Тут на этот момент нужно прояснить. Да-да, стоит ли ей написать? Стоит. Однозначно стоит. Вы ничего не теряете. Попробуйте, нужно. То есть, вы скучаете по ней – это плохо. Там, ну, то есть, вам не хватает общения, явно, но тот человек вам не заменяет этого общения, но подруга у вас не появилась. Соответственно, имеет смысл как-то вот расширить группу своей деятельности, чтобы немножечко освежить поток людей в вашей жизни, чтобы общаться все-таки с большим количеством людей, чтобы найти все-таки такого человека, такую подругу, с которым вы бы получали удовольствие, с которой вы бы чувствовали себя свободны, хотя бы примерно понимая при этом, что другой человек – в другое отношение. Вот. То есть, чтобы вы не зависели от подруги сейчас, чтобы вами не двигали именно потребности в ней. Ну, а чувство вины – это всегда средство такой социальной регуляции, социального управления людьми. И в данном случае, чувство вины вы испытываете за то, что берете ответственность за свою подругу. Без местности ответственность нужно разграничить. Вы несете ответственность не за то, что вы общаетесь. Вы несете ответственность не за то, что вы поссорили. Вы несете ответственность только за свою реакцию. Но вы не виноваты в том, что у вас появился парень, вы не виноваты в том, что вас не могли разорваться, и вы не виноваты в том, что ваша подруга охладела. Это ее проблема, которая вас не приняла. Вы несете ответственность только за то, что вы с ней поссорили. Вот это да, это нужно разобрать, что вами двигало И, соответственно, вам можно это и спрашивать, да, действительно, извиниться перед ней, написать извиниться перед ней за то, что вы вот именно извиниться за то, что непосредственно находится под вашей ответственностью То есть вот то, как вы ей отвечали, то, как вы на нее реагировали, то, как вы участвовали в ссорах с ней, за это нужно извиниться Это действительно вы несете ответственность Не вину, а ответственность Потому что на тот момент вам это казалось правильно И вы понимали, что это единственное верный для вас вариант поведения Время прошло, вы стали себя винить Почему? Потому что ваше отношение к ситуации стало совсем другим Оно поменялось, вы увидели ситуацию более объективно Вы стали наблюдателем в этой ситуации Став наблюдателем в этой ситуации, вы, увидев ее, перестали на нее влиять То есть вы не заметили качественного изменения своего положения по отношению к ситуации Вы не увидели его, не заметили И из-за этого у вас проблемы сейчас И из-за этого у вас возникает трудность Это вам нужно осознать, понять, что в тот момент вы по другому поступить не могли никак Вот На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ В принципе, на все я вам ответил Надеюсь, что помог вам Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались Буду рад помочь Пишите в личку Если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи! Звучит музыка